Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. И мы снова сегодня поговорим о самозанятых. Да-да, это примета этого года, что теперь люди, которые занимались своим каким-то бизнесом, получили возможность зарегистрироваться, легализоваться, самое главное, для государства, да и сами даже для себя любимых. Я думаю, это важнее всего. И как идет этот процесс, может, есть ли какие-то шероховатости, или все хорошо, об этом мы сегодня и поговорим. А если вы самозаняты, если вы сейчас слушаете наш эфир и готовите какой-нибудь торт, кому-нибудь ногти пилите, но размышляйте, вот стоит или не стоит вам зарегистрироваться, вы можете нам позвонить телефону 3190, а может быть вы уже зарегистрировались и хотите рассказать о вашем опыте. 3190, звоните, задавайте вопросы. У нас сегодня очень статусные гости, вы можете получить информацию из первых уст. А сейчас я эти первые уста вам представлю. Это начальник управления Федеральной налоговой службы Тверской области Александр Белишев. Добрый день. Добрый день. Это Михаил Окроков, координатор проекта «Мой бизнес». Это вот этот самый проект, который помогает всем предпринимателям нашей Тверской области. Михаил, добрый день. Добрый день. И прекрасные дамы, которые уже не испугались и зарегистрировались. Размышляли или нет, мы об этом сегодня с ними поговорим. Я хочу представить наших дам замечательных. Это Ольга Милова, инструктор по йоге, между прочим. И Элина Кузнецова, экскурсовод. И как я только что выяснил, она еще и переводчик, причем аж с двух языков. Вот такие у нас дамы замечательные из школы. Добрый день, дамы. Добрый день. Добрый день. Господа, ну вот первый вопрос. Наверное, Александр, к вам. Сколько уже в нашем регионе зарегистрировалось человек? Ну, я бы эту статистику разбил на две составляющие. На самом деле, регистрироваться нашим жителям можно было и раньше, но они могли выбрать только те субъекты, на территории которых этот налог на профессиональный доход был введен раньше. Напомню, с 1 января 2019 года 4 субъекта. Москва, Мособласть, Татарстан и Калуга. Я думаю, что в основном все выбирали либо близлежащую Московскую область, Москва, Калуга. Такое количество наших жителей, где-то около 4,5 тысяч, было зарегистрировано по состоянию на 1 июля этого года. Мы полагаем, что это те, которые не осуществляют деятельность на территории Тверской области, либо перешли в Тверскую область, а это допускается после 1 июля 2019 года. И вторая составляющая, это те, кто зарегистрированы после 1 июля 2020 года. Такое количество самозанятых на территории нашей области уже около 3 тысяч, более точно, это 2843 самозанятых. Это на какое? На 1 сентября? Нет, это на последнюю отчетную дату, которая у нас есть, это начало сентября. Михаил, Вы тоже в силу Вашей должности, что называется, активно вообще народ идет. И мне интересно, знаете, когда прогласили с 1 июля, был какой-то скачкообразный такой спрос, я не знаю даже, как сказать, на статус самозанятых? Или наоборот, наш народ вам приглядывался? Вы знаете, мы совместно с коллегами из управления Федеральной налоговой службы действительно очень большое внимание уделили информированию населения, и Вас мы тоже благодарим за содействие в этой работе о введении нового специального налогового режима. И практически с самого начала к нам посыпалось большое количество обращений как на горячую линию, так и в социальные сети наши, касаемо порядка регистрации в качестве самозанятого гражданина. И вот волна была, наверное, на протяжении полутора месяцев. В день было несколько десятков звонков и обращений по процедуре регистрации в качестве самозанятого. Сейчас мы в более плановый режим, что называется, вошли, и вопросы сейчас более практические. Если раньше говорили о том, можно ли перерегистрироваться из другого региона, потому что действительно многие регистрировались до того в других регионах, в принципе выясняли детали, то сейчас люди уже разобравшись в том, что это за налоговый режим, уже решают узкие тактические вопросы, можно ли осуществлять тот или иной вид деятельности в качестве самозанятого гражданина. Но в целом, если смотреть на опыт внедрения и введения в силу в других регионах такого специального налогового режима, ну в общем, не сказать, что прям в числе несомненных лидеров, но в общем мы достаточно уверенно двигаемся и ожидаем, что к 1 июля 2021 года, когда можно будет по итогам года оценивать, я думаю, что мы превзойдем результаты пилотных регионов. Даже? Ну, естественно, все относительно. Ну да, там регионы, в районе, в самом Татарстане. Да, подсчет идет прежде всего от числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, например, к моменту запуска специального налогового режима. Вот в данных относительных величинах мы будем чувствовать себя очень уверенно. А вот, Александр, Вы общаетесь с коллегами из этих регионов пилотных вообще, они тоже какие-то итоги могут предварительные подводить, насколько успешно? У нас это несколько месяцев, а у них тоже. Эти итоги подводит служба, на самом деле, и в принципе само распространение пилотного проекта с 1 января 2020 года еще порядка 20, по-моему, субъектов, и с 1 июля стало возможным для всех, и практически все субъекты, там, за исключением единиц воспользовались этим правом, говорит о том, что итоги достаточно хорошие. Наверное, это оценка в первую очередь граждан, тех, которые выбрали уже этот режим, то есть для них он действительно удобный. Это достаточно хорошая альтернатива существующим режимам, если даже не сказать, что это такой эксклюзив, который позволяет, не приобретая статус индивидуального предпринимателя, осуществляя деятельность легально с точки зрения налогообложения, с точки зрения каких-то там остальных институтов гражданского общества, то есть абсолютно легально участвовать в гражданском обороте. Уважаемые дамы, которые абсолютно легально участвуют в гражданском обороте, расскажите о себе, Ольга, вот расскажите ли зрителям, чем вы занимаетесь, что у вас за бизнес? Я работаю в сети клубов Атлетик Джим, это сеть фитнес-клубов, я веду групповые занятия, мое направление это йога, пилатес, суставная гимнастика, сама я занимаюсь этим уже давно, ну и когда-то решила попробовать это преподавать другим людям, и пришла работать в Атлетик, там было одно из условий, да, оформиться либо ИП, либо самозанятое. Тогда еще самозанятое было только, вот начиналось все это, и когда это официально уже стало возможным с июля, я сразу решила оформиться как самозанятое. Вот, помимо того, что я еще работаю в Атлетике, я дома веду онлайн занятия тем людям, которым нет возможности посещать клуб, или там некогда, или дополнительно как-то хочется позаниматься еще и онлайн дома. Это очень удобно, удобно мне, удобно клиентам, и чтобы легализоваться, да, я тоже оформилась как самозанятое. Очень мне это нравится программа, потому что ИП достаточно сложно, вот, и много времени на это ушло бы, а здесь очень все было легко, просто и, да, понятно. Самое главное, понятно, даже не надо было никаких дополнительных консультаций, все можно было в интернете прочитать и легко оформиться через приложение. Ольга, а вы чем занимаетесь? Какие экскурсии, где проводите? Ну, я провожу экскурсии по Твери, в том числе и на английском языке, и также я, поскольку переводчик по образованию, то и переводами занимаюсь, и, конечно, перейти на самозанятость, меня, можно сказать, вынудила как раз политика некоторых компаний в Москве, поскольку в тот момент я начинала как раз взаимодействие с московскими бюро переводов, и у них основное условие, когда, как только ввели вот этот вот тестовый режим, они сразу же сказали, что обязательно нужно приобрести статус самозанятого, и я зарегистрировалась, сначала я была очень удивлена, потому что, ну, это изменение какого-то вот своего налогового статуса, переход, можно сказать, именно состояния физического лица в состоянии предпринимателя. Извините, я вас перебью, мы сейчас перейдем тоже в состояние предпринимателя, выдадим рекламу, буквально три минуты, не переключайтесь, после чего мы продолжим. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня говорим о самозанятых, о том, что уже не первый месяц в нашей области, как и в других регионах страны, люди, которые работают на себя, сами на себя, имеют возможность легализоваться. Это очень важно, это очень важно и для государства, это очень важно, собственно, и для людей, потому что государство это же мы, у нас же демократия, пока еще. Поэтому очень важно зарегистрироваться, как раз, извините, Элина, я вас перебил, то есть вы, значит, занимаетесь у нас, то, что проводите экскурсии, и вам ваши московские партнеры, скажем так, поставили условие, да, такое? Ну, да. Да, с конкретно экскурсиями, например, мне показалось удобным, если работаешь индивидуально, то можешь работать сразу с несколькими, например, турфирмами и от них проводить экскурсии, выставляя им счет как вот юридическому лицу, индивидуально от себя, то есть не как, если бы ты работал на одну какую-то компанию, вот. А с переводами, опять же, там у них было четкое условие, что нужно оформиться как самозанятые, поскольку им удобнее так вести расчеты, и налог меньше для самих переводчиков, и они сами платят налог, не нужно об этом задумываться, вот, то есть до этого я работала часто по контракту, как физическое лицо, естественно, там налог 13%, как и у всех, вот, ну и немного там были сложности, естественно, с вычетом налога, вот, компании это было банально сложно, поэтому им намного удобнее расчеты вести с индивидуальными, либо с самозанятыми, в моем случае самозанятыми, вот. Да, ну, мне вот интересно, ну, в России живем, а русский человек, он привык государству не очень доверять, ну, вот, такая у нас жизнь в России, к сожалению, вот. Мне интересно, вы долго вот размышляли, когда вот объявили, что есть возможность легализоваться, вот. Ну, было сколько-то, да, времени для размышлений. Ну, сколько? Конечно, наверное, недолго, где-то в течение месяца, наверное, я подумала, да, и приняла такое решение, что, да, надо легализоваться, все-таки мы живем в государстве правовом, и хочется соответствовать законам, как-то, да, подчиняться каким-то, в государстве же живем, поэтому, да, это был какой-то, да, период поразмыслить, но, конечно, нет, я однозначно приняла это решение без сожалений абсолютно. Романа, можно вопрос? Откуда узнали про этот режим, основные условия, сами читали законы, обращались в бизнес, в науку? Ну, во-первых, да, вот, Атлетик Джим, да, нам поставил условия, естественно, я стала интересоваться, индивидуальный предприниматель или самозанятый, и, конечно, условия были у самозанятого гораздо интереснее, скажем так, проще для меня в плане понимания вообще, как, что оплачивать, да, как регистрироваться, и по времени я очень занятой человек, и очень сложно вот выбрать время на посещение там, да, налоговое и все такое прочее, а здесь все удобно дома, вот, поэтому, да, советовалась, советовалась с экономистами, с бухгалтерами, с какими-то людьми, кто в этом сфере больше понимает, они все однозначно сказали, что да, это очень легко и просто, и, наверное, самозанятые это лучше, чем ЭП, ну, в моем случае, конечно, естественно, есть плюсы и минусы, и никто, не каждый может быть самозанятым, к сожалению, поэтому в моем случае это был, ну, самый лучший вариант из двух. Элена, по-моему? Ну, в целом, я в тот момент, когда мне поставили условие, что нужно зарегистрироваться, я уже недолго размышляла, но до этого я слышала об этом режиме, и размышляла, что, возможно, когда-нибудь это меня коснется, возможно, это хорошая альтернатива ИП, потому что, когда я только слышал, допустим, из новостей об этом, то там не так уж много было подробностей именно о самом налогообложении, а в переводческом деле чаще всего люди регистрируются как индивидуальные предприниматели, и, ну, я интересовалась, конечно, ну, там, поскольку декларации и все выглядит довольно сложно. Это не пойму, имею в виду. Да, 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 необходимо отчитываться после каждого периода, даже если нет доходов, то, ну, для меня это выглядело как что-то страшное, поэтому я, ну, так отложила все в долгий ящик, а вот когда мне нужно было зарегистрироваться как самозанятый, то я сразу же, ну, думаю, ой, вдруг, мало ли, кота в мешке я покупать. Я ринулась читать все, прочитала, и условия меня очень даже порадовали, потому что если нет дохода, то ты и не платишь налог, и с тебя не будут никаких вычетов, ты в минус точно не уйдешь. В принципе, очень удобно. Поэтому... Это, наверное, самый большой плюс, что, действительно, если прервалась какая-то деятельность, да, допустим, мы все люди можем уехать куда-то, да, на время прекратить свою деятельность, или, ну, в конце концов, люди болеют, ну, всякое может быть, да, все что угодно. Да, если нет деятельности, нет, да, налога, нет вычетов, это здорово, конечно, потому что если ты ИП, ведешь ты деятельность, не ведешь, да, что-то прекратилось, вот был коронавирус, да, все люди там как-то, да, сложно было работать, некоторые закрывались, естественно, оплачивать налог, когда нет дохода, очень сложно. А здесь все, да, все прозрачно, ты заработал, ты заплатил. Нет, значит, нет. Ну, да, что делать. А сколько времени ушло на регистрацию? Вот тем, кто нас сейчас слушает, и кто-то думает... Да это вообще какие-то минуты даже, не знаю, настолько удобно, что это... Я даже сначала не думала, что это так вообще возможно, открыть интернет, да, зайти в приложение. Но я через Сбербанк, через приложение Сбербанка, у меня Сбербанк онлайн, все удобно, там специальное, да, тоже приложение, туда заходишь, там все ясно и понятно, заполняешь анкету, и все. У меня ситуация была немного сложнее. Расскажешь. Потому что, да. Ну, по-хорошему это все так и должно было выглядеть, что заходишь на сайт, просто заполняешь формы, и буквально через пару минут у тебя уже статус самозанятого. Но у меня высветилась ошибка, что данные где-то не совпадают. И как выяснилось, в налоговой при оформлении моего ИНН совершили ошибку в документах, и вместо ГЭТВЕРИ написали ГОРТВЕРИ, ну или наоборот. И в итоге из-за этого сайт меня не пропустил. Но как раз был повод сходить в налоговую, исправить эту ошибку, и теперь у меня все прекрасно в документах. Ну и, соответственно, сразу же после этого там все спокойно, меня сайт пропустил, и все быстро получилось. Да, у меня получилось все сразу. Сразу пришло уведомление, что я зарегистрирована в налоговой. Я тоже поделюсь опытом регистрации в качестве самозанятого. У вас, получается, уже три самозанятых в студии точно. Я регистрировался через официальное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Процедура заняла у меня в пределах минуты, потому что есть возможность подтянуть данные с госуслуг, и, соответственно, нажатием буквально двух кнопок в приложении удалось зарегистрироваться в качестве самозанятого. Точно так же все операции фиксируются непосредственно в самом приложении, и, собственно, на этом вся отчетность перед коллегами из Федеральной налоговой службы полностью заканчивается, в отличие от необходимости, как уже было сказано, у индивидуальных предпринимателей подавать отчетность, платить налоги. Здесь, соответственно, все это автоматически осуществляется через мобильное приложение. Несомненно, это прорыв. Это очень удобно. Александр, вот видите, вот Элина говорит, что были проблемы. Часто вообще сталкиваются с тем, что кого-то все-таки система ваша не пропускает. Ну, я допускаю, что такие ситуации бывают. Это связано с тем, что мы совершенствуем, безусловно, наши базы, которые там изначально формировались уже достаточно давно. Соответственно, все это приводится сейчас в соответствие, в первую очередь, с ФИАСом и так далее. Поэтому проблемы с адресами, проблемы с ННН, все это возможно. К нам можно обратиться разными способами, и дистанционно, и непосредственно придя к нам. И мы, соответственно, постараемся все максимально быстро исправить, устранить какие-то недостатки. Куда надо обратиться? Вот нас тоже, может быть, слушатели и зрители, может, у кого-то тоже так не получилось что-то, чтобы люди не бросали все. А, все, не будет ничего. Ну, если человеку не тяжело прийти, можно в любой налоговый орган, за документом удостоверяющий личность, безусловно. Если хочет дистанционно, это можно и через сайт, и через личный кабинет, если подключен к личному кабинету. А если не подключен, то это как раз шанс сразу и подключиться к личному кабинету. Потому что в дальнейшем очень много возможностей появляется после подключения к личному кабинету. Это любое общение с налоговым органом будет проходить через личный кабинет. Это оперативно, удобно. Все документы сохраняются в личном кабинете, которые и уходили в адрес налогоплательщика, и которые налогоплательщик подпредставлял в налоговый орган. Вся информация по налогооблагаемому имуществу, о доходах, справки 2НДФЛ можно оттуда формировать. Это небольшое отступление про личный кабинет. Это важно, отступление. Да, действительно, все-таки не все его заводят. Михаил, а ваш центр может чем-то помочь, если вдруг люди, мало ли, кто-то, не знаю, боится налога уйти? Наша задача заключается в том, чтобы широко распространить информацию о прелестях данного специального налогового режима и оказать, что называется, независимую консультацию. Потому что коллеги из управления Федеральной налоговой службы, они, собственно, осуществляют регистрацию, учет, непосредственно работу с налогами. У нас задача консультационная. Мы должны ответить на все вопросы субъектов малого и среднего предпринимательства. Кстати, самозанятые таковыми в силу закона уже считаются. И мы работаем в том числе и с физическими лицами, заинтересованными в начале ведения предпринимательской деятельности. Таким образом, мы, отвечая на все вопросы, говорим в том числе и о самозанятых. Видя всю прелесть данного специального налогового режима, мы, во-первых, провели целый ряд образовательных мероприятий. Специально на сайте мойбизнес69.рф создали специальный раздел, посвященный деятельности самозанятых. Там есть и сравнительная таблица ИП и самозанятых, и основные положения данного налогового режима, и видеолекция о том, как правильно регистрироваться и как вести деятельность. Соответственно, наша задача быть верхней частью воронки, скажем, для желающих стать предпринимателями, зарегистрироваться в качестве самозанятого. А у вас есть коллеги, которые, может быть, сомневаются или вообще не будут регистрироваться? Да, есть, конечно. Спрашивают другие инструктора в моем бизнесе, в фитнесе. Тоже многие хотят, но еще не определились. Вопросы задают. Я, естественно, говорю, что это очень удобно и быстро. Поэтому многие сейчас уже приходят к тому, что даже переоформляются из ИП в самозанятые. Переходят. Закрывают ИП и оформляются как самозанятые. Это возможно, да, Александр? Это возможно. Можно и не прекращать статус ИП, а просто поменять тот режим, который они применяли. Что это, ИНВД был, патент. Просто поменять режим на самозанятого, уйти, соответственно, с того режима, который применяли. Например, ИНВД в течение месяца нужно известить. А сам статус индивидуального предпринимателя можно и сохранить. Возможно, он для каких-то целей будет нужен, не знаю. Но, в принципе, смысл такой, что самозанятым может быть как обычный гражданин без статуса ИП, так и гражданин, уже имеющий статус ИП, может спокойно применять этот режим. Просто нужно известить о том, что прекращается применение предыдущего налогового режима. Как нужно известить? В соответствующее уведомление направить в налоговый орган. То есть не обязательно лично приходить или как? Не обязательно, через личный кабинет. Ну, важно, конечно, в момент. Да. Да, действительно важно. Может кому-то подсказать просто, что нам даже так это легче. Я думаю, что вы все это рассказываете вашим коллегам, знакомым, которые интересуются режимом. Я бы обратил внимание на два момента. Это первое, то, что и государство не просто позиционирует, что это пилотный проект, который на 10 лет, но сейчас уже меньше, с учетом того, что он с 1 января 2019 года, и все те условия пилотного проекта, которые были обозначены в самом начале, а это именно ставки 4,6% и неуменьшение дохода 2,4 миллиона рублей в год, они будут сохранены. То есть хуже условия не станут. Наоборот, ставки могут пойти вниз. Среди коллег говорили, а вдруг это вот сейчас, только в начале, так что такие вот условия. И потом якобы государство, сейчас мы оформимся все, и государство потом может изменить эти условия, увеличить ставки какие-то процентные, или еще что-то, да, вести такое. Да, такие вот прям ходили разговоры среди коллег, да, потому что такая боязнь есть некоторая, да, недоверие государству в этом плане присутствует. Поэтому, да, это очень хорошее, вот, ну, ваше дополнение, что, как бы, вы нас успокоены, так сказать. Этот год показал, что государство помнит о том, что есть самозанятые, что этот институт развивается, и поддержало в период коронавируса, когда дополнительно к тому налоговому вычету 10 тысяч рублей, который давался изначально каждому зарегистрированному в качестве самозанятого, был добавлен еще налоговый капитал, так называемый, 12 тысяч 130 рублей. То есть в размере прожиточного минимума. В итоге те самозанятые, которые регистрируются у нас на территории Тверской области с 1 июля, у них, по сути, до конца года есть налоговый вычет 22 тысячи рублей, 130 рублей до конца года. Что это означает? Это означает, что весь налог, который будет исчисляться, а я напомню, исчисляется он самостоятельным налоговым органом на основании тех сведений, которые проходят через программу «Мой налог», он будет уменьшаться на сумму налогового вычета. Соответственно, налог либо вообще не возникнет, если сумма дохода, грубо, меньше 300 тысяч рублей, если это операции с физическими лицами, 4 тысячи со 100 тысяч. Соответственно, либо он будет исчислен и уплачен в меньшем объеме с учетом вот этого налогового вычета. Об этом тоже нужно помнить и, мне кажется, объяснять своим коллегам, знакомым, для того, чтобы они принимали верное решение, какой им режим избрать, им нужен вообще этот режим. Ну, да, конечно, это тоже большое. Как вы думаете, это только из-за ситуации с коронавирусом? Государство пошло на такое или могло пойти и без? Ну, налоговый капитал в размере 12 тысяч 130 рублей – это из-за коронавируса, и по времени введения этого налогового капитала, и, как озвучилось президентом, 10 тысяч он изначально присутствовал с 1 января 2019 года. Соответственно, а, ну еще нужно отметить, что, наверное, это не коснулось наших самозанятых, но те, кто воплотили в 2019 году, они получили полностью налог, им государство вернуло, то есть Москва, Мусобласть, Калуга, Татарстан. Люди, которые работали на этих территориях как самозанятые в 2019 году и платили налог, они полностью его получили обратно в этом году. Это тоже была мера, связанная с угрозой пандемии. Ильина, скажите, у вас много ваших коллег тоже вот имеет такой статус, потому что я знаю, что с курсоводами сейчас много кто работает, просто контакт закрываешь, и это выясняется, это выясняется, курс его и так далее. Я так понимаю, что какой-то бум на эту профессию, мне кажется. Мы о профессии, кстати, поговорим тоже чуть попозже. Элина, много у вас коллег ваших? Ну, на самом деле, из моих знакомых еще пока не так много людей приобрели этот статус, но на самом деле я часто рассказываю, потому что многие интересуются, что же это такое, а тебя не съели, когда ты зарегистрировалась там, не стали ли отъедать у тебя много-много процентов от дохода. Почему тебя до сих пор не посадили? И все-таки я говорю, что наоборот, лично мне, например, это очень удобно. Многие люди интересуются, кто занимается репетиторством, потому что им как раз удобно было бы, например, выставить счет, как физическому лицу своим ученикам, и потом этот налог оплатить. Это и повод выйти из тени, и вот, может быть, меня исправят, но, насколько я знаю, если подать заявление в пенсионный фонд, то и стаж тоже будет трудовой начисляться по отдельному заявлению. При условии оплаты страховых взносов, то есть тех тарифов, которые рассчитывает пенсионный фонд, не составляет там порядка, по-моему, 30 тысяч в год. Это не обязанность для самозанятого, это его право именно для целей, чтобы его пенсионный, скажем так, стаж рос. То есть получается, что если занимаешься репетиторством профессионально, и только этим и занимаешься, то как раз можно оформиться, и еще и стаж трудовой будет начисляться. Потому что многие не хотят переходить на этот статус, как раз аргументируя тем, что если я буду работать на обычной работе, у меня будет стаж. А так у меня стажа не будет, и это очевидный вроде бы как минус. Но, в принципе, если есть желание, то можно тоже, и стаж тоже будет идти. Ну а вот те ваши коллеги, которые еще не перешли на официальный статус самозанятых, они чем аргументируют? Ну, по большей части они пока присматриваются, потому что режим-то в Тверской области еще введен буквально несколько месяцев. А немногие как раз работали с теми регионами, которые пилотами, был запуск в которых. И поэтому для многих это еще что-то новое. Сейчас, я думаю, когда количество людей вырастет, у кого есть этот статус в Тверской области, то и многие будут замотивированными, чтобы как раз тоже приобрести этот статус. Потому что, ну, как дурный пример, заразителен вроде как. То есть, если многие люди будут иметь этот статус, и у них все будет прекрасно, то, соответственно, это будет лучшей рекламой, по сути. Ольга, у вас все прекрасно? Конечно. Что можно сказать тем, кто нас смотрит, кто как раз вот сидит, думает, надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Да, конечно, я однозначно надо, ну, раз я приняла это решение, да, я, конечно, в поддержку именно этого статуса самозанятых буду всем его рекомендовать. Обязательно. Александр, а вот можно по профессии, у вас какая-то и ведется, может, статистик просто сами видите, не знаю, кто регистрируетесь, какие профессии? Я бы сказал, что это режим абсолютно для всех, кто работает на себя, то есть нет наемных сотрудников, у кого доход не такой большой, то есть ограничение 2 миллиона 400 тысяч рублей в год, и кто сам не работает по трудовому договору. Единственное здесь исключение, можно работать, например, на заводе и проводить экскурсии. То есть если это абсолютно не связанные между собой виды деятельности, и они не осуществляются для своего работодателя, то можно, по сути, это использовать как дополнительный доход, и тогда, безусловно, вот этот вопрос со страховыми взносами, он будет гораздо легче для человека, потому что за него работодатель по основному месту работы платит, соответственно, страховой стаж для пенсии начисляется, и тут еще заработок, например, выходные, проводить экскурсии по Твери или по Тверской области вполне может. А если ты работаешь на заводе, а по вечерам в гараже мотоциклы тянишь, уже не прокатывает? Нет, я имею в виду, что нельзя такие же виды работ услуг оказывать для своего работодателя. В то же время, если я правильно понимаю, если учитель работает в школе, например, и преподает английский язык детям, то после своего рабочего дня он вполне может преподавать английский язык, но уже не в интересах своего основного работодателя, не в школе, а тем учащимся сам на себя он может работать по тому же виду деятельности. Если говорить про виды деятельности, то наибольшей популярностью мы сейчас судим в первую очередь по опыту других субъектов, у которых уже режим достаточно давно работает. Это сфера перевозок такси, это репетиторство, это фитнес-тренеры, парикмахеры, кондитерка мелкая, ателье, пошив, ремонт какой-то мелкий, обуви, одежды. IT-консультанты, много самых разных специальностей, здесь есть ряд ограничений тех видов деятельности, которые не могут осуществляться по данным режимам. Прежде всего, речь не идет об осуществлении предпринимательской деятельности в виде торговли чужими товарами. Любая перепродажа чужой продукции, это не про самозанятых. Если вы сами произвели данную продукцию, вырастили огурчики, засолили их и продали населению, связали носочки, своими руками сделали модель корабля или нарисовали картину, пожалуйста, вот это продавать можно, и данный налоговый режим идеален для этой деятельности. Если же человек купил чужую продукцию и перепродал ее, то для этого есть индивидуальные предприниматели, ООО, другие виды регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. Это первое ограничение. Второе ограничение связано именно с действиями в интересах других компаний. То есть нельзя быть, допустим, курьером, который действует в интересах другой компании. И, соответственно, смысл заключается в том, чтобы недобросовестные работодатели не ущемляли права своих сотрудников в насильственном порядке, переводя их на режим самозанятых и, соответственно, не платя за них страховые износы в соответствующие фонды. Третье – это производство и реализация подоксинговых товаров. Ну, собственно, алкоголь, табак, вот такого рода. Добыча полезных. Добыча полезных ископаемых. То есть если человек сам изготовил алкоголь, то это все равно нельзя. Коллеги, у нас вообще в принципе все технологии на самостоятельное производство алкоголя фактически у нас находятся под запретом. А магазины все вот эти, которые... Ну, это отдельная тема. Мы самостоятельно к этому придем. А вот сдача квартирная... Это тоже один из самых популярных видов деятельности для самозанятых. Причем я бы еще хотел сэкцентировать на том, что даже государственные и муниципальные служащие могут стать самозанятыми в виде исключения по сдаче в наем жилых помещений. Это единственный вид деятельности для государственных и муниципальных служащих, которые они могут осуществлять в качестве самозанятых. А можно я, пользуясь случаем, задам вам вопрос? Нам его часто задают. При регистрации в приложении запрашиваются те виды деятельности, которые человек осуществляет. Если человек выбрал, допустим, экскурсии и переводы при регистрации, но осуществил другую операцию, нарисовал картину и ее продал... Если это полностью подпадает под понятие самозанятого, то есть своими силами, без привлечения рабочих, и не под акцизкой ничего, то... То, что оно не было включено при регистрации, не является ограничением для выполнения таких операций. Это не предусмотрено законом, это лишь программное обеспечение, особенности регистрации. Если Элина будет вводить экскурсии, а попутно фотографирует на фоне руина речного вокзала, то это нормально? Да. Там же можно указать вид деятельности, как раз когда выставляешь счет, то там можно дополнительно указать. То есть, в принципе, тут и нет даже никакого противоречия. Ну вот, чудесно. Михаил, в ваш центр, опять-таки, вот обращаются, какие чаще его задают вопросы? Чаще всего задают вопрос, зачем мне это надо. Вот. Да, вот если, допустим, ты не оформлено ведешь деятельность, чем это грозит? Мы отвечаем на этот вопрос. Вот смотрите, можно действовать по жесткому принципу, ну, грубо говоря, социальной рекламы, преснопамятной заплате налоги и список покоя. Действительно, в случае, если будет установлен факт уклонения от уплаты налогов, да, это влечет за собой целый ряд неприятных последствий, прежде всего, в виде доначисления незадекларированного налога, пений и штрафов за несвоевременную оплату. Это своим порядком, это установлено законодательством. Мы говорим немножечко о другом. Хотя это тоже, несомненно, важно. Люди боятся прежде всего этого. Это регистрация в качестве самозанятого, это несомненное решение данной проблемы. Можно работать абсолютно легально и спокойно. Вторая прелесть заключается в том, что человек полностью попадает в правовое поле. Потому что, укрываясь от выплаты налогов, человек обычно старается избегать заключения каких бы то ни было договоров, потому что опасается, что они там куда-то уплывут, и его, соответственно, потом привлекут к ответственности. А договор это не какая-то блажь, придуманная государством, что это надо. Это надо прежде всего самому участнику деловых отношений, для того, чтобы установить правила взаимоотношений со своим клиентом, взаимную ответственность, и защитить в том числе и свои собственные права. Возвращаясь к истории со сдачей квартиры, когда люди массово сдавали и договоров не заключали, в случае любой какой-то проблемы, необходимости выехать по требованию арендодателя, не дай бог кого-то залили, сразу же возникает проблема, которую необходимо решать, простите за слов, по понятиям. Мы живем в правовом цивилизованном государстве, поэтому прелесть заключается прежде всего в том, что можно заключать договора и в дальнейшем действовать в соответствии с ними. Третье. Данный налоговый режим ориентирован не только на тех физических лиц, которые либо начинают вести собственную деятельность, либо уже вели до этого, но не декларировали ее, но и на действующих индивидуальных предпринимателей, которые подпадают под требования специального налогового режима самозанятых. Для них это естественно снижение размера налогов, это отсутствие необходимости выплаты налогов при отсутствии какой бы то ни было деятельности и оборота, и самое главное, значительное упрощение процедуры отчетности, нет необходимости держать бухгалтера, платить кому-то за сдачу нулевки, вот эти все вещи автоматически решаются при данном налоговом режиме. И кроме того, действительно, субъекты малого и среднего, отставить, самозанятые признаны субъектами малого и среднего предпринимательства, поэтому им будут оказываться меры государственной поддержки, и они, в общем-то, когда формировались пакеты мер поддержки в связи с пандемией, в общем-то, они были в числе первых субъектов предпринимательской деятельности, которые такую поддержку получили. Соответственно, ну и самое главное, это возможность открыто заявить о себе, и я бы даже сказал, осознать самому изменение своего статуса. Я не просто там что-то делаю непонятно как, я предприниматель, я делаю работу, я этим горжусь, я этого не скрываю, и нахожусь в равноценном диалоге с государством. Александр, а у вас какая-то оценка есть вообще? Сколько уже процентов? Ну, как вы предполагаете, к примеру, Михаил, тоже самый вопрос. Уже зарегистрировались, что последовали, к примеру, Ольге? Или вы как-то оценки так? Ну, такую оценку дать... Я понимаю, что это сложно, но чем не менее... ...девать достаточно тяжело. Мы ориентировались, когда вместе с правительством принимали решение, участвовали в принятии решения по введению, сколько переходит в других регионах. Поэтому по нашим оценкам мы сейчас ведем с точки зрения зарегистрированных вот в свете ожидаемых нами количества тех, кто будет регистрироваться. То есть вот эти 2843 человека на 1 сентября, это вы так сидите, ну, где-то так предполагали. Ну, скажем так, это все оценочно. Мы предполагали, что в течение года, то есть к 1 июля 2021 года, ну, приблизительно где-то от 8 до 10 тысяч, по аналогии с другими похожими на нас. Да, по населению. Важный момент. Ну, и в Татарстан, где минимум не Казани, и Челны, и так далее. А другое дело, наша не самая богатая с точки зрения населения. Поэтому почти 3 тысячи по итогам 2,5 месяцев, я считаю, что это достаточно нормальный результат. Вы довольны? Да. Ну, конечно, многие ждали введения данного налогового режима, спрашивали, когда Тверь подключится. Поэтому, конечно, вот эти 3 тысячи за первые 2 месяца, это, с одной стороны, хороший результат, но, с другой стороны, как бы останавливаться и говорить, что, ну, все, дело пошло. Конечно, несомненно, нет. И вот мы сейчас, допустим, планируем разворачивать большую работу в муниципальных образованиях Тверской области, где очень большое количество людей точно так же ведут деятельность сами на себя по информированию, разъяснению, и консультированию, и надеемся, что это принесет свои плоды, и мы вот верхнюю планку в 10 тысяч преодолеем. Мы еще надеемся и на наших новых самозанятых, которые имеют знакомых, друзей, товарищей, и им тоже можете доступным языком, с примерами, с вашей практикой объяснить плюсы, минусы, особенности и так далее. — Ирина, а вы вот тоже, опять-таки, если говорить, вот, ну, вы же все более-менее друг друга знаете, экскурсоводы, вот по вашим оценкам, сколько процентов, ну, как вы тут вот лично про себя думаете, последовали вашему примеру? — Ну, я думаю, те, для кого это является основным видом деятельности, у них либо уже был статус индивидуального предпринимателя, и, возможно, они перешли как раз на статус самозанятого, потому что я знаю, что у многих был ИП. Для тех, для кого это не является основным видом деятельности, ну, им, если у них нет других подобных видов деятельности в целом, им нет резона переходить на этот статус, потому что если они работают на какой-то официальной работе, например, на заводе, то и не осуществляют другой деятельности постоянно, то, ну, как бы, вроде ни к чему. Но, как бы, я говорю, что если для людей это основная деятельность или вторая основная деятельность, то они, да, не регистрируются. — Ну, вот я говорю, вот сколько людей работает в городе, вот вы так, как вы думаете, половина, грубо говоря, легально работает? — Нет, легально работает большая часть, я думаю, да. Но многие работают в турфирмах как физические лица, просто по трудовым договорам. Поэтому, как бы, тут вопрос в том, сколько процентов людей не устроены в турфирме и уже работают как ИП или как самозанятые, ну, на самом деле сложно оценить все-таки. Я думаю, процентов 10, может быть, но на настоящий момент. — Которые еще нелегально? — Нет, которые, вот, может быть, статус самозанятого или ИП, вот так, я бы где-то 10-15 процентов, вот так. — Ольга, а вы как думаете? — Не сложно тоже оценить цифру, но пока, я думаю, что не так много, действительно, потому что это только вот мы в начале пути, да, и поэтому, конечно, будет расти это число однозначно. Я просто по тем, да, людям служу, которые интересуются, спрашивают, и кто будет оформляться, да, они, как бы, да, подходят к этому. Но еще просто времени очень мало прошло, действительно, это новое. — В качестве, наверное, еще дополнительного положительного момента от участия, да, в этом проекте, самозанятые получают возможность заявлять официально о своем доходе, ну, в частности, банком. — Банком, да. — То есть, да, например, нужен кредит, да, на покупку жилья. — Да, возможность хорошая. — Нигде официально нетрудоустроен, наверное, такой кредит не дадут. — Я не знаю, конечно, как в банках, но, наверное, нет. И, опять-таки, если есть какая-то практика, вот, кто воспользовался уже этими случаями, когда принес вот банк справку, выданную через приложение, мне тоже было поинтересно, потому что мало ли, может быть, какие-то существуют проблемы с банками, они пока что не принимают эти справки, не знаю, какие-то претензии там. — У нас не было такой информации. — Не было? — Нет. — Очень интересно, поэтому большая просьба, контакты наши просим предоставить, обратную связь, если с какими-то трудностями сталкиваетесь, либо с какими-то предложениями, как что-то усовершенствовать, либо что-то предусмотреть, мы готовы рассматривать. — Это прекрасно, что налогово готово, а мы, к сожалению, готовы уже завершить наш эфир. Эфир подошел к концу, мы говорили сегодня о самозанятых, вот, как вы видите, конкретные примеры. Люди сделали свой выбор, работают легально и совсем не разочаровались. А если у вас что-то не получается, вот как заявлял руководитель нашего регионального управления налоговой службы, всегда можно обратиться, всегда можно обратиться в центр «Мой бизнес». Если что-то у вас не получилось, город ваш не так был, как у Элины написано, так далее, не отчаивайтесь, нужно опускать руки, всегда вам помогут, подскажут зарегистрироваться, и чтобы вы работали спокойно и не боялись, что к вам вдруг ни с того ни с сего на торт ваш испеченный придет человек в погонах и спросит, для кого тортики делаем. Поэтому лучше зарегистрируйтесь, и все будет хорошо. Это была программа «Тема дня». Спасибо вам большое. Спасибо. Процветание вашему бизнесу. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин